В отделе купальников продается гидрокостюм. Откройте еще одну кассу! Кстати, вообще не разбирайся в кроссовках. Слишком много вещей. Привет! Небольшое вступление. Когда я уезжал из России, у меня с собой был один чемодан. Здесь я уже нахожусь 5 месяцев. То, что у меня было с собой, оно под износилось. Я красил и закрасил одну из последних своих футболок. Короче, пришло время покупать одежду. Поэтому мы приехали в торговый центр. И я думаю, что это хороший повод показать вам немножечко цены в США. Естественно, тут есть Zara. Естественно, здесь есть H&M. Они продают одежду по цене бренды. И есть здесь так называемые дискаунтеры. В эти магазины свозят все, что не смогли продать в других магазинах. И Calvin Klein, и American Eagle. Это все, что угодно. Вот, например, этот Barlington. Barlington – это вот такой магазин с бесконечными рядами одежды. Честно говоря, я даже не знаю, как тут что можно найти. Но здесь есть абсолютно все фирмы. Вот, смотрите, как это работает. Вот такая фирма Dockers. Старая цена этих штанов – 72 доллара. А здесь они продаются за 15. И в этом году можно найти Томми Хельфигера и Кельвин Кляйн. На самом деле, как я уже говорил, здесь очень трудно что-то найти. В этом просто количестве вещей. Люди все это перевешивают. Вот что-то вообще валяется. Какие-то комбинезоны рабочие. Все вперемешку, ничего не понятно. Ну, и свой размер найти сложновато. Мне почему-то очень неприятно здесь находиться. Вот отсюда очередь начинается. Она вон там вот так змейкой уходит. То есть сначала здесь ничего невозможно найти. А потом еще нужно отстоять где-то час, чтобы это приобрести. Но тут дешево, конечно, да. Людей очень много. Они тарят эту дешманскую одежду. Прям набирают мешками, телегами. И что-то все куда-то это увозят. Вот я сюда, когда прихожу, первое, что хочется, это отсюда сразу уйти. Карл Лагерфель даже есть. Если вы реально любите там пошопиться, поковыряться в вещах, поперебирать, то, наверное, вы действительно можете найти какую-то там брендовую вещь по очень-очень-очень скромной цене. Вот Аня тоже в шоке. Ну вот ты можешь объяснить, что не так с этим магазином? Почему там неприятно находиться? Там слишком много всего. Мне кажется, что я начинаю сходить с ума в этом магазе. Потому что там слишком много вещей. Это невозможно. У меня просто болит голова. Через пять минут. Converse. 65 долларов. New Balance. 75 долларов. Это такой же outlet как в Барлендтон, только чисто обувной. 75 долларов. 85 долларов. 85 долларов. Кстати, вообще не разбирайся в кроссовках. Ryback Classic. 80 долларов. Эти 75. Вансы за 40 баксов. Вот женские. Ну, примерно то же самое по цене. Ну вот, только что мы были в Барлендтоне. Я мерял, что цены за 14 долларов. Да, здесь вот это H&M. Здесь 35. Вот вся разница. Как бы это тоже, да, недорого, наверное, по местным меркам. Но разница за Барлендтоном очевидна. Я, кстати, сегодня не один, поэтому буду показывать еще и женскую одежду. Вот, например, плащи висят. 55 долларов. Куртка кожаная. 20 долларов. Магазин этот называется Primark. Аналог, какого магазина можно привезти у нас в России, например. Я думаю, что это что-то типа Тирановы. Этих магазинов здесь достаточно много. Это большая сеть. Достаточно дешевая одежда. Вот стенд с майками по 3 доллара. Целая куча. Ну, вы понимаете, это как бы такой, типа, эконом-вариант. В отделе купальников продается гидрокостюм. Феды. 18 долларов. Футболки. 11. Вот белая со спущенным плечом. 6. Но это женская. Чикаго. Кепка Чикаго стоит 5,5 долларов. Короче, это трехэтажная Тиранова. Сейчас мы приехали на третий этаж в мужской отдел. Я себе сейчас что-нибудь посмотрю. Вот, например, сразу набор из трех черных маек за 9 долларов. Кеды. Стоят 14 долларов. Футболка с надписью Лос-Анджелес. 12 долларов. Мне нужны штаны. Я в основном что делаю? Я в основном работаю. Вот, пожалуйста, штаны карго. Все, что здесь есть, по 25 долларов. Вот Чинес есть за 16. Белая футболка. 4,5 доллара. Рубашка эта мне большеват, она стоит 15. В этом магазине я себе купил две футболки и кепку. Жена моя купила что? Тоже кепку. Топик. Топик. Штаны и футболка. И прикол всех этих недорогих магазинов в том, что тут просто дикие очереди. Касса вообще где-то там в километре отсюда. И у них здесь это нормально. Такого как у нас, что орут в магазинах там, откройте еще одну кассу. Тут такого нет. Им как будто бы покайфовало в этих чередях стоять. Это Мэйсис. Здесь, конечно же, цены другие. Я вам для примера покажу. Платье, да, стоит оно 134 доллара. Что, берешь? Зашли поесть в чипотле. Мексиканская кухня, да, считается? Да. Взяли два вот таких вот гола. Это рис, курица, сверху паста из авокадо, помидоры и салат. Будет хорошо. Это вкусно, это лучше, чем Макдональдс. Короче, две эти тарелочки стоили 30 долларов, чтобы вы понимали. Мы купили каждый себе по комплекту одежду, это стоило 60 долларов. Две тарелочки еды стоят 30. Одежда относительно доходов здесь очень дешевра. Еда получается даже дороже. Приехала моя посылочка. Сейчас тетя мне принесет мою коробочку. Пойдем забирать посылку и будем делать распаковку сразу. Вот так вот это выглядит. Честно говоря, каждый раз удивляюсь, когда читаю на коробке свое имя Кемилию Константин Власов и дальше идет адрес. Бруклин, Нью-Йорк. Меня до сих пор это удивляет, честно говоря. Вот такой у меня теперь адрес. Бруклин, Нью-Йорк. Когда-нибудь я привыкнул. Тут, если честно, моих вещей не так-то и много в этой коробке. Ну, кое-что все-таки есть. Итак, сейчас я вам буду все показывать и рассказывать. Первое. Это бахилы. Внимательные зрители заметили, что я хожу на заявки в квартиру, захожу всегда в бахилах, чтобы не разуваться. И я покупал эти бахилы в обычных строительных магазинах, которые вот под домом, типа хост-товары. И там 10 пар стоят 10 долларов. Ну, короче, дороговато получается за пару в доллар. А здесь должно быть 50 пар. Да, 50 пар. И это стоило что-то в районе 9 долларов. Ну, короче, экономия серьезная, правда? Эти такие все-таки пленочные, а те тканые, нет тканые. Ну, в общем, материалы отличаются, но у меня разницы нет. Поэтому экономия. Дальше идет косметика. Это для моей жены. Это я, насколько понимаю, как и корейская косметика. Ну, я про это рассказывать не буду. Но самое главное. Вот. Трипот. Ну, типа маленький штатив для телефона, для камеры. Если она у меня когда-нибудь появится. О, он не такой уж и маленький, кстати. И в следующий раз, когда я буду снимать такое видео, вы будете стоять не на стуле, как сейчас, а вот на профессиональном штативе. Эх, жаль, у меня его не было, когда мы с Мишей дом красили. Ну, в следующий раз буду готов. Ох. Это поднимается почти что в мой рост. Можно будет делать красивые статичные кадры. Стоило это удовольствие тоже около 10 долларов. Оно вообще стоило 16, у меня была какая-то скидка. Теперь у меня есть эта штука. Тут даже есть пульт, чтобы дистанционно включать камеру. Крепление. Сюда я буду зажимать телефон. Да. Можно как салфер-палку, кстати, использовать. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...